добро пожаловать в новый видео урок с вами александр владимиров школа logic pro help подписывайтесь на наш youtube канал и смотрите полезные видео уроки сейчас мы разберем как создавать с нуля звук под названием sub drop вы наверняка его слышали во многих треках может быть не знаете как он называется так вот именно так он и называется и нередко он встречается различных сэмпл паках но мы сейчас разберем как сделать его с нуля самостоятельно для этого мы будем использовать синтезатор serum здесь у нас просто одна длинная нота на два такта ничего особенного и давайте послушаем что у нас получается мы работаем с дефолтного и нет пресета сейчас мы слышим противную вот эту вот пилу которую нам необходимо заменить на самую обычную синусоиду звук тоже будет такой достаточно бедный но мы делаем следующее наша задача чтобы звук плавно уменьшался по пичу для этого проще взять лфо вот так вот ее сдвинуть повесить лфо на пич здесь мы работаем кратно 12 то есть либо 12 либо 24 либо 36 давайте поставим 24 здесь октавы я понижаю то есть у нас скажем так с нулевой октавы будет понижение звука на 2 на 2 октавы но то есть получается на 24 полутона и время рейд за которой это произойдет ну 1 4 это слишком быстро то есть он еще и повторяет кстати чтобы звук не повторялся нам нужно включить и нулоп почему потому что когда мы включаем аналог то лфо не начинает повторять саму себя то есть она не зацикливается она доходит до конца и останавливается все это то что нам нужно но это происходит слишком быстро мне нужно чтобы это было помедленнее ну например в течение одного такта кайф уже лучше но мне хочется более жирный более мощный звук как мы это можем сделать верно добавив distortion но из-за distortion я слышу слишком длинный хвост потому что сэмпл звучит на протяжении вот всей ноты для того чтобы этого не было я захожу в энвелоп и здесь просто меняю огибающую так чтобы ну звук рано или поздно в принципе затухал так чтобы на слух как бы мне было оптимально пускай так давайте 5 сделал до 5 я думаю будет оптимально и все мы получили по сути это очень напоминает 808 бас не так ли да очень похоже но только очень длинный потому что здесь у нас очень большой дикей здесь у нас рейта целый так и да по сути сап дробь это 808 бас только очень длинный также мы можем добавить сюда такой доступ ко всем курсам школы logic pro help всего за 990 рублей в месяц да это реально на нашем бусти вы можете выбрать интересующий вас тариф и смотреть огромнейшее количество курсов по logic pro и о работе со звуком самое главное получать эксклюзивные новинки и уникальные видеоматериалы раньше остальных для тех кто не знает пусть и это сервис ежемесячной подписки благодаря которому вы можете получить доступ ко всем нашим курсам в зависимости от выбранного пакета просто выберите интересующую вас тему и получите доступ ко всем курсам этой категории всего за 990 рублей в месяц сейчас я покажу как оформить подписку выбираем интересующий нас пакет нажимаем кнопку купить попадаем на нашу страницу бусти и там нажимаем подписаться далее проходим регистрацию по номеру телефона или через любую социальную сеть после чего выбираем количество месяцев для подписки и нажимаем купить после этого вводим данные карты и готово можно переходить к обучению в ту же минуту и помните что в каждом пакете количество курсов будет регулярно пополняться получи все необходимые знания для создания качественной музыки прямо сегодня по самой выгодной цене атаки транзиента выбрав здесь а так кик то есть здесь будет удар бочки но мы слышим что что-то не то почему потому что нужно нажать вот сюда вот и тогда этот сэмпл он не будет зацикливаться как лфошка он будет звучать ровно столько насколько этот сэмпл записан то есть он один раз прозвучит и все но это тихо мне хочется сделать его погромче сам сэмпл вы можете выбрать какой вам больше нравится вы можете даже загрузить туда какой-то сэмпл который нравится вам давайте оставим первый вариант я немного сдвину фазу это . старт сэмпла мне нравится что он сильно щелкает так как-то поприятней да так оптимально и что еще нам нужно добавить что было вообще замечательно нам необходимо добавить еще реверберацию с одной стороны может показаться что ревер на низкочастотном звуке но это fx скажем так да это не бас полноценный это такой эффект кроме того он мы на самом начать ревербераторе можем либо срезать либо ослабить вообще вот эти вот низкие частоты ну что я и сделаю все что ниже там 300 герц я очень сильно ослаблю здесь мы увеличиваем джай чтобы но только в эту нас работал и можно дикее сделать прям побольше это же fx по моему прикольно и чтобы вообще прям вот было совсем прям вкусно и хорошо можно еще добавить какой нибудь fx ну типа крэша примеру и мы делаем его сильно тише и такие звуки мы тоже можем услышать ну соответственно во многих там сэмпл паках можно даже срезать немного низких частот при желании изнять высоких частот у того же крэша как вариант мне кажется да в этом что то есть еще наверное я бы сделал так я бы сгруппировал это все в единый какой-то стек и вот этот вот chrome а реверб просто-напросто поместил именно на вот этот вот общий суммирующий бас но чтобы у нас обработка шла и самого вот этого вот серума и вот этого крэша да даже так как-то поинтереснее эти fx и чаще всего вставляются в breakdown в яму почему потому что если ты фиксы вставите в кульминационную часть ну в дроп да иначе говоря то в этом случае у вас представляете фигачит бочка ваша но обычная нормальная бочка до регулярная плюс еще этот низкочастотный получается полная фигня каша всплеск низких частот но отвратительно поэтому в дроп мы никогда вот эти звуки не вставляем только в breakdown только в яму или в то место где в принципе нету бочки или большого количества низких частот и там вот он просто прям вот это создает такую прикольную атмосферу основы создания этого звука вы узнали дальше поэкспериментируйте послушайте как эти сэмплы звучат в различных паках и применяйте синтезируйте и создавайте крутые классные звуки на этом все с вами был александр владимиров школа logic про help пока